приветствую вас на канале посвященном погоде рынка недвижимости украины сегодня друзья мы будем говорить о рынке жилой недвижимости города полтава а точнее подведем итоги уже прошедшего первого квартала 2022 года традиционно поговорим о первичном и вторичном рынке ну и поговорим о тенденциях естественно и начиная свое видео я к сожалению также традиционной фразой у нас сегодня 20 04 2022 год недвижимость о которой мы будем говорить к сожалению в украине не стоит ничего постараюсь объяснить почему я так думаю но во первых закрытые реестры прав собственности это государственный реестр который не позволяет покупателю продавцом продать и купить недвижимость и как бы это очень сильно влияет на то как развивается рынок да это связано с военным положением военное положение у нас до 25 апреля но я практически не сомневаюсь что военное положение будет продлено еще на месяц потом еще и так будет в общем-то какое-то время его продлевать и соответственно реестры будут закрыты хотя появилась в общем-то утешительно если это можно назвать новость министр министерства юстиции моллюска давал интервью и вроде бы в течение месяца или через месяц планирует открыть эти реестры прав собственности то есть возможно рынок начнет работать то есть это первый фактор который влияет на состояние рынка недвижимости второй фактор это покупателей ну очень сложно и об этом не перестану говорить мне вот лично мне друзья извините может по-другому думаете представить портрет покупателя который бы хотел приобрести во время войны недвижимость правда вот я не могу себе представить такого человека ну может быть я не ошибаюсь естественно и друзья вы также должны помнить что у нас есть еще одна фокус-группа а участников рынка недвижимости это конечно же продавцы и так мы через рассказать настроение продавцов сегодня будем разбираться с процессами которые мы наблюдаем на рынке недвижимости то есть мы будем говорить конечно же с цифрами это будем говорить о средней стоимости квадратного метра пусть цифры будут присутствовать но в силу того что я уже объяснил ничего нельзя не продать пока не купить это некая эфемерная величина которая характеризует скорее всего настроение продавцов на рынке недвижимости города полтава переходим к слайдам будем разбираться исключительно опираясь на статистические данные которые нам любезно предоставляет компания link консалтинг так друзья что не включается у меня понятно сейчас попробую запустить все есть перед вами карта карта части украины это северо-восточная часть украины или северо-восточный регион все свои исследования мы проводим исключительно в соответствии с административно-территориальным делением украины и так давайте расскажу как считать эту карту под на каждым городом мы видим легенду карты в северо-восточный регион входят пять крупных областных центров показывал каской город чернигов город суммы город харьков город полтава период исследования верху видите это февраль-март месяц сегодня мы говорим о городе полтава давать я быстро это сводные такие данные в разрезе характеристик по предложениям и также показатели которых визу и состояние в целом недвижимости видим что население 284 тысячи кстати сейчас наверно больше не так подозреваю потому что полтава активно принимала участие для людей которые перемещаются внутри страны беженство язык не выговаривает это говорить ну так или иначе да это люди которые мигрируют с зоны боевых действий там где спокойно поэтому возможно сейчас полтаве людей больше количество предложений на рынке жилой недвижимости которые мы в марте месяце зафиксировали это 5146 объекта жилой недвижимости или квартир то есть выборка видим большая и репрезентативно что на 47 процентов больше показала чем это было у нас друзья феврале месяца да ну я потом о закономерностях вам расскажу который уже я наблюдаю дальше мы видим социальное жилье это показатели которые характеризуют состояние рынка мы будем о вторичном говорить и первичном разрезе классов вторичный рынок социальное жилье за месяц исследования плюс на целых 83 сотых процента роста квартиры эконом комфорт бизнес класс вторичный рынок также рост плюс на целых 70 сотых процентов всего лишь за месяц первичный рынок квартиры эконом класс видим рост плюс один целых двенадцать сотых процентов также за месяц и первичный рынок комфорт бизнес класс я объединил выборку два класса видим плюс на целых двадцать три сотых процента также рост друзья мы с вами говорим о колебаниях вообще аналитики любых рынков рынок недвижимости не исключение они как правило в своих исследованиях используют я анализируют тренды ли тенденции можно и так и так называть долгосрочные процессы минимум год то есть колебания вот сейчас плюс следующий месяц это картосрочные процесса может быть минус но из этих колебаний или же фруктуации в итоге появляется линия тренда это вот если мы говорим о долгосрочных процентов и также напомню вам что весь 2021 год по если говорить о недвижимости живой в украине прошел под знаком роста стоимости где-то среднем по украине плюс 15 процентов в городе полтаве до 20 было его смотрите это тенденции а сейчас мы говорим о колебаниях давайте о том какие закономерности уже вижу я вижу что чем ближе находится населенный пункт в данном случае мы говорим о крупных областных городах вот давайте на примере вот харькова тем значит настроение продавцов ухудшается мы видим снижение стоимости квадратного метра и это как бы очевидный фактор и видим что в харькове по всем сегментам снижение стоимости снижается количество выставленных на продажу квартир чем дальше фронт от областного центра мы видим что продавцы более спокойные даже увеличивается количество предложений и видим по всем так сказать показателям характеризующий рынок недвижимости незначительный рост вот это он так сказать повторяющиеся каких-то особенностях которые явно я уже вижу давайте от общего мы сейчас говорили об общем частному теперь уже в цифрах не только процентах но и цифрах говорим что происходило с рынком жилой недвижимости это класс социальное жилье период исследования также мы видим и февраль март месяц наибольше всего за данный период исследования подорожала в нем шевченковском районе недвижимость плюс на целых восемьдесят четыре сотых это 601 доллар и практически столько же стоит киевском районе также плюс на целых восемьдесят четыре сотых процента всего лишь за месяц видим что подольский район показал нам меньше динамику роста плюс на целых восемьдесят два сотых процента давайте перейдем сейчас посмотрим что происходило с квартирами эконом комфорт бизнес-класс еще раз повторюсь как читать карту я совместил карту северо-восточного региона а верховая целевская таблица тоже вы можете как в абсолютных такие условных цифрах процентах посмотреть что происходило за месяц мы видим что по трем классов среди репетическое число здесь марте месяц стоимость квадратного метра это 722 доллара что показала динамику роста плюс на целых семьдесят сотых процента также можете посмотреть по каждому отдельно району следующим слайдом мы поговорим о первичном рынке это квартиры эконом класс квартира эконом класс видим 452 доллара стоимость квадратного метра на первичном рынке в гривнах я для удобства перевел это все доллары по курсу национального банка украины что также там показала динамику роста плюс один целых двенадцать сотых процента следующим слайдом первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс объединил два класса технические характеристики достаточно похожи и видим как уже отличается от эконом класса средняя стоимость по двум классам восемьсот шестьдесят два доллара что также показала динамику роста плюс на целых двадцать три сотых процента друзья закончили о колебаниях давайте поговорим о тенденциях тенденция это то как раз о чем любят говорить люди которые занимаются исследованиями ну или люди которые анализируют рынок недвижимости перед вами интересный график рисунок а гистограмма период исследования ровно год видим марки это четыреста девяносто четыре доллара за квадратный метр и уже в марте 2022 года 605 долларов за квадратный метр что показала нам в годовом измерении динамику роста положительно плюс двадцать два целых сорок семь сотых процента мы также видим вот здесь внизу индекс стоимости выводим считаем индекс стоимости жилой недвижимости в данном случае вторичный рынок социальное жилье видим единичка запятая 225 ну что такое индекс индекс это макроэкономический показатель который характеризует изменение стоимости квадратного метра в данном случае во времени здесь я показываю указкой как меняется стоимость квадратного времени метра во времени он считается следующим образом мы делим 605 вот здесь да на 494 и вот это у нас получается индекс единичка запятая 225 это как раз изменение стоимости квадратного метра во времени за период март 2022 год март 2021 год вроде бы понятно да теперь давайте подведем в общем-то итоги быстро и останавливаю демонстрацию и друзья по первичному рынку сделаем такие выводы это всего лишь мои предположения не обижайтесь пожалуйста потому что я уже вижу ноги начинают там как-то это самое но мне кажется неадекватно я не виноват что произошло с первичным рынком а с первичным рынком произошло следующее восстановится он скорее всего после окончания войны не знает когда война окончится милой такой сценарий очень но оптимистически назовем это да пройдет год после окончания войны хотя это очень очень оптимистический вариант когда мы увидим начало первых транзакций на первичном рынке то есть люди будут инвестировать что вот вопросов какие почему я считаю что больше всего пострадал первичный рынок представьте себе что на сегодняшний день представляет себе первичный рынок во первых как как кто и как будет устанавливать экономику страны почему я сказал год да не два не три это просто оптимистический сценарий дальше какие деньги будут участвовать насколько эффективно эти деньги будут использованы на восстановление экономики и вот только после этого когда экономика восстановится и первичный рынок мы увидим на первичном рынке первой транзакции возникает куча вопросов застройщикам представьте такое количество времени пройдет что с этими застройщиками в украине не в украине я имею ввиду учредителя если те финансовые ресурсы которые собирались выполнять взятые на себя обязательства или нет их обанкротились не обанкротились за это что с техника которая участвует в естественно строительстве объектов недвижимости есть эта техника уничтожена каким-то ну то есть вопросов очень много поэтому друзья это выливается в определенное время а мы помним что время и деньги как она называется деньги меняются во время ну проще поэтому на люди которые инвестировали первичный рынок их не деньги многие мне кажется на большое количество найти слово надо так чтобы не видеть то есть на неопределенное количество времени будут заморожены и в итоге то есть сколько придется ждать этой недвижимости я правда не знаю поэтому согласно очень сложное серьезное хотя еще раз напомню я год назад говорил подписчикам что друзья первичный рынок очень рискованный очень рискованный токсичным именно поэтому все крупные системные банки не кредитовали первичный рынок так вот потому что большие риски ну а по вторичному рынку друзья как только откроются реестры будет возможность проводить транзакции на рынок недвижимости так же будет вторичный не активен по причине того что я уже говорил но наверное очень сложно найти будет покупателя во время войны когда откроются реестры я тоже не знаю я предполагаю что это произойдет после того как будет отменено военное положение хотя еще раз повторюсь моллюска министр министр министерства юстиции он вроде как обещал в течение месяца или через месяц открытие реестры но одно дело как бы обещал а как оно будет тогда так и будем говорить поэтому вторичный рынок друзья он будет неактивен и мы все-таки будем видеть снижение стоимости квадратного метра пока мы по первому кварталу зафиксировали в полтаве рост стоимости квадратного метра но я практически не сомневаюсь по итогам второго третьего квартала и по итогам года мы увидим отрицательную динамику снижение стоимости квадратного метра все друзья рассказал очень быстро постарался практически всем ну наверно до встречи в следующих моих видео